В таком виде я его просто не выношу. Хенероса, я могла бы простить его, если бы почувствовала к нему прежнюю любовь. Почувствовала нежность, доверие. Понимаешь? Ты хочешь сказать, что такое возможно? Я не знаю. Просто теперь я осталась совсем одна. И мне так одиноко, Хенероса. Как я хочу снова полюбить Александра. Хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я была бы с ним счастлива, Хенероса. Я хочу оказаться в объятиях Александра. Я мечтаю об этом. Значит, вы переехали. Я перевезла бабушку. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Я перевезла свои вещи. Бабушка, тебе их лучше распаковать, чтобы они не помялись. Ты можешь попросить горничного, она тебе поможет. Да-да. Я начинаю ощущать себя хозяйкой дома. Теперь для меня все будут делать слуги. Извините. Дорогой, мне нужны деньги, чтобы купить кое-какие вещи. Почему ты такой серьезный? Что-то случилось? Возникли проблемы. Какие проблемы? Финансовые? Моральные? Я поссорился с Эстебеном из-за покупки дома. Тебе необходимо его согласие? Нет, но половина моего состояния принадлежит Йоланде. Пока имущество не разделено, я не могу распоряжаться капиталом. Я хотел взять деньги со счета компании, но опять требуется разрешение Йоланды. Всем распоряжается Йоланда? Ты от нее зависишь? Нет, нет. Мы купим дом. Дорогой, тогда почему ты такой? Что тебя беспокоит? Ты должен быть счастлив. Очень счастлив. Меня беспокоит Гаммия. А с ней что? Мне надо увидеться с ней. Нет, нет, нет. Нет, ты не пойдешь в этот дом. Я должен, Моника. Нет, не должен. Она моя дочь. Я тебе многое позволяю, но запомни. Не вставай между мной и дочерью. Ты хорошо отдохнул, любимый? Да. Мне было просто необходимо вздремнуть. Теперь я набрался сил и готов жить дальше. Все кости ломит. Все же я не создан для того, чтобы грузить балки. Не создан. Видишь, если бы ты не связался с этой девчонкой, ты бы спокойно работал шофером. Да, 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 и не вздыхай. Так тебе и надо. А потом делаешь вот так. Да, все очень просто, но я раньше никогда не пришивала пуговицы. А теперь сумею пришить. И вообще, ты меня многому научила, Нина. Я всегда рада помочь, Лаурита. Уже поздно, а Мегелон так и не пришел обедать. Ты сам во всем виноват, Мегелон. Но ты же у нас бабник, супермен. Горячий мужчина. Да. Ну и что? Ты неисправим. Ну-ка, присядь. Скажи, разве я тебе не нравлюсь? Ну, скажи. Скажи, я тебе не нравлюсь? Скажи, если можешь. Мне не нравится, что у тебя есть другая. Уже поздно, мне нужно идти. Наверное, он уже где-то поел, да? Да. Он мог перекусить на работе. А Лалу и Донор Дейнсио тоже не приходили обедать? Нет, нет, я их не видела. А теперь я научу тебя складывать вещи. Давай. Покажу один раз и побегу на работу. Тебе нужно бросить ее. Тебе от нее никакого проку. Она бездельница, ничего не умеет. Все, все, вечно одно и то же. Я жду, когда тебе надоест это повторять. Мегелон, брось ее. Я твоя женщина. Мы с тобой давно вместе. Мы понимаем друг друга. Прощаем ошибки. И надеюсь, я устраиваю тебя во всем. Конечно, устраиваешь. Но я не могу сейчас бросить Лауру. Не могу. Постарайся понять. Она ради меня слишком многим пожертвовала. Да, но... И было бы нечестно ее вышвырнуть. Поверь. Значит? Ну, может быть, позже. Я надеюсь, ей самой надоест, и она уйдет, испарится, оставит меня в покое. Кто знает. Может, она бросит меня и вернется домой. Но я не могу ее выгнать. Не могу. Пойми это, пожалуйста. Скажи, куда она пойдет? Куда? Нина. Рубен говорит с тобой обо мне? Да. Иногда. Мне его очень жаль. Он хороший. Если бы я не влюбилась в Мегелона, я бы постаралась сделать его счастливым. Надеюсь, он полюбит другую. По-моему, он ждет тебя. Он не может тебя забыть. Если ты оставишь моего брата, он предложит тебе стать его женой. Спасибо. Синьора Ортиса еще нет в офисе. Мы можем пока что перекусить. Что будете? Что ты хочешь, Йоланда? Капучино. Принесите два. Что нам может предложить синьор Ортис? Понятия не имею. Скоро узнаем. Как у Гайбе дела в школе? Так же. Оценки ужасные. Нужно поговорить с ее отцом. Возможно, он знает, что делать в такой ситуации. Нет. Нет, я не хочу звонить, Франциско. Он сейчас занят совершенно другими делами. Все же нужно восстановить общение девочки и отца. Они должны чаще видеться, разговаривать. Она привыкла обсуждать с ним свои проблемы. Вы так считаете? Несмотря на развод, нужно поддерживать нормальные отношения в семье. Насколько это возможно. Мне нужно позвонить в офис. Прослушать сообщения. Здесь не работает. Я отойду на минутку. Да. Привет. Я рада, что встретила вас. Мне нужно кое-что обсудить. Нина, ты думаешь, что Рубен простит мне то, что я сделала? Мне кажется, если он все еще тебя любит, то его волнует только одно, вернешься ли ты к нему. Подожди, я открою. Габи. Лаурита. Вот это сюрприз. Привет, Инесс. Привет, детка. Проходите, проходите. Ты знакома с Ниной Габи? Она работает у Алехандро. Она шила свадебное платье для Лауриты. Она приходила к нам в день свадьбы. Но я одевалась в нашем доме. В таком случае, рада познакомиться. Я тоже. Простите, я пойду. Спешу на работу. До свидания. До свидания. Спасибо, Нина. Ты меня так многому научила. Надеюсь. Заходи почаще. Пока. Пока. Габи. Лаурита. Я так соскучилась. Я тоже. Она очень хотела тебя увидеть. Мне не стоило ее брать. Но она так просила, чуть не заплакала. И я взяла ее в Таонец. Счастью мама ушла. Ах ты хитрюга. Как же я люблю тебя, Габи. Не предложите мне сесть? Нет. Неважно. Не люблю стоять. Стань и уйди. Или уйду я. Не беспокойтесь, я ненадолго. Я хотела сказать, что вы нечестно играете. Я нечестно играю. Вы используете все, чтобы отнять у меня Франциско. А ты получила его честно? Нет. Я понимаю, что сделала все, чтобы отбить его. Но вы, притворяясь святой, из-под тяжка стараетесь ударить нас по больнице. То есть не одной полагаются удары. Тебе все мало? Ты разрушила мой брак, увела мужа, лишила детей отца. Не надо притворяться. И не надо давить на мои чувства. Если бы вы на самом деле страдали, вы бы так умело не сражались, так ожесточен. Вы хотите уничтожить меня? Ты еще меня обвиняешь? Я не сражаюсь. Я защищаюсь.